Всем привет! Сегодня я подготовил небольшой обзор в режиме реалистичных боёв на танк, легенду игры War Thunder, а это Черный Властелин, точнее Черный Принц. Сам Винстон Черчилль говорил, что этот танк имеет больше недостатков, чем он сам. Если обычный танк Черчилль курил синий Винстон, то Черный Принц поехал к бабушке на каникулы, откормился, нарастил пипиську и перешел на Винстон Черный с двумя капсулами. Это единственный танк во всей колониальной Британии, экипаж которого находится под командованием Черного Командира и получает зарплату нечаем из Бирмы, а конечно же бананами и посылками с Алиэкспресс. Шутки шутками, а теперь перейдем к обзору. Поскольку Черная – это угнетаемая нация, то наш танк расположен на льготном боевом рейтинге 6 и 0. Как мне показалось, в РБ этот танк лучше, чем в аркаде из-за отсутствия светофора, а поскольку Черный Принц настолько редкий гость в рандоме, то мало кто знает, куда его пробивать. Кстати, приобрести этот гусеничный монстр сейчас невозможно, но думаю, что улитки сделают, как и в прошлом году, и вернут возможность приобрести этот танк на Черную Пятницу за 6090 золота или возможно пакетом с Черной Довой и Черной Кошкой. Его конечно можно выбить и из ящика, но по мне это жутко невыгодно и лучше уже подождать. Что касается наших ТТХ, броня у нас есть, но она не ультимативная. Нам стоит рамбовать, чтобы прикрыть уязвимые зоны. Будет хорошо, если есть декораторы в виде кустов, чтобы прикрыть ими наш танк. Ладно, забудьте все, что я сказал. Брони у нас нет. Единственное, что нас может спасти, это криворукость наших врагов. Чего нету у Принца, так это скорости. Ни вперед, ни назад. Этот танк медленнее Мауса. Ни на одну точку не успеете. Иногда бывали даже бои, когда я не успел доехать до поли боя. И он заканчивается. Но очень медленная максимальная скорость одновременно дает нам одну интересную возможность. Хоть стабилизатора на танке и нету, но мы едем настолько медленно, что он нам и не нужен. Стрелять на ходу можно без проблем. Кстати, о вооружении. Здесь установлена всем известная 17 фунтовая пушка, которая может стрелять только сплошными и подкалиберными снарядами. Пробиваем мы всех, но урон не всегда ультимативный. Все-таки мы стреляем болванками. Также на танке есть дымовые гранатометы. Мелочь, а приятная. Возможно, вы спросите, стоит ли покупать этот танк, когда он будет доступен в продаже ради кача ветки британцев. Ну если вы извращенец, то конечно можете. Я именно для этого его и покупал. Но когда дошел до Виккерса Марк 1, то поставил талисман на него, а затем добавился австралийский Центурион и Центурион Авре. А так, если вы хотите ощутить этот незабываемый тимплей, то флаг вам в руки и готовьте ваши деньги, ведь черная пятница будет в ноябре. А еще этот танк когда-то очень нравился Торнайду. Надеюсь, хоть кто-то из его фанатов будет смотреть это видео, пожалуйста. А на этом у меня все. Желаю вам не встретиться с Дереком Шовеном и пока-пока.